Тему следующего сюжета нам подсказали горожане. В редакцию телеканала «Север» обратились жильцы, встревоженные ходом капитального ремонта в панельных домах по улице Меньшикова. В теме разбирался Михаил Веселов. Первые панельные дома в Наринмаре, построенные еще в начале 80-х, в этом году капитально отремонтируют. Их обошьют новыми современными панелями с утеплителем. Монтажные работы по закреплению на стенах домов таких вот плит утеплителя с последующей их обшивкой нарядными облицовочными панелями сейчас достаточно активно ведут две бригады из общества с ограниченной ответственностью «Капиталстройнава». Они трудятся на многоквартирных домах на улице Меньшикова под номерами 13 и 15. К выполнению задачи приступили в июле. Вскоре к ним присоединится и третья бригада, которая будет работать на доме номер 11. Ждут лишь поступления необходимых стройматериалов, которые уже в пути. А теперь о том, что же встревожило жильцов ремонтируемых домов. Весь день в минувшее воскресенье шел дождь. Работы не велись, при этом панели с утеплителем, оставленные на стройке, не были прикрыты от дождя хотя бы самыми элементарными средствами защиты от влаги. По мнению некоторых жильцов, набравший влагу утеплитель даст знать о себе в морозы. Как известно из школьной программы, при замерзании вода имеет свойство расширяться в объемах, поэтому главный вопрос – не деформируются ли стеновые панели зимой. От комментариев на телекамеру строители отказались, сославшись на запрет со стороны руководства фирмы. Но в частной беседе один из бригадиров высказал мнение, что на технологию использования теплоизоляционных плит из базальтового волокна повышенная влажность особого влияния не оказывает. Специально предусмотрены вентиляционные отверстия для опроветривания. К тому же утеплитель химически пассивен. В реакции с другими материалами он не вступает. А вот что по этому поводу думают представители фонда содействию реформированию ЖКХ Ненецкого округа. Именно он выступает заказчиком строительных работ на объектах. Тревога необоснованная. Основная часть материала, который используется при утеплении стен, он закрыт от прямого проникновения дождя. Та незначительная влага, которая и попала на утеплитель, впоследствии она испарится в связи с тем, что утеплитель изготовлен из базальтового волокна, покрыт гидрофабизирующим материалом и впоследствии через каналы в этой системе утепления фазадов он испарится и уйдет. Активно строители приступили к работе в конце августа. Обшивать дома будут до конца осени. Не самое благоприятное на севере время года с частыми и обильными осадками. Допустимо ли проводить подобные работы под дождем? Конечно, в ливень, естественно, это нежелательно. Но проблем в дальнейшей эксплуатации здания с таким фасадом не возникнет. В других регионах эта система активно используется, в том числе и в северных регионах нашей страны. И нигде, по словам собеседника, за пять лет применения этих технологий проблем по причине переувлажнения утеплителя пока что не возникало. Дополнительные плюсы плит из базальтового волокна, их экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение и устойчивость к деформации. Все работы на этих домах в соответствии с тремя контрактами на общую сумму в 72 миллиона рублей должны быть завершены до 5 декабря. Михаил Веселов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.